Микал Терри Вердиев принадлежит к тому поколению, которое выросло, росло во время войны. У него есть такой цикл «Прощай оружие». Это восемь зонгов на стихе Эрнеста Хеменгуэя. Это цикл о войне, о том, как человек чувствует себя на войне, кто он есть. И вот когда Микалыч говорил об этом цикле, он и говорил о войне, он говорил о том, что я никогда не воевал, в меня никогда не стреляли. Но я, когда писал этот цикл, мне казалось, что это я лежал в окопах, это в меня стреляли, это я был убит. И война для него, как для всех людей его поколения, детей войны. Это часть их жизни, часть их мировоззрения, часть их ощущения. И часть той безумной жажды жить и надежды, которой они отличались, из которой они пришли в искусство, из которой они делали искусство. Дело в том, что Микалыч с Урсуликом сделал три картины. Две из них он сделал при жизни, это фильмы «Русский рэктайм» и «Летние люди». А сочинение «Ко дню победы» Микалыч сделал Сергеем Урсуликом уже после своей смерти. Потому что картина 1999 года, и она создавалась уже после его ухода, но она, можно так сказать, она создавалась при его участии. Потому что появление Сергея Урсулика в жизни Микоэла Теревердеева, это было как раз такое поддержание его надежды. Микоэл Теревердеев для него, понятие надежды, это была такая несущая конструкция его жизни. И появление такого человека, такого режиссера, как Сергей Урсуляк, это было поддержание его такой жизненной, несущей конструкции. Потому что он работал с очень многими режиссерами, но, можно сказать, два режиссера, это были режиссеры его интонации, это Михаил Калик и Сергей Урсуляк. И поэтому, когда Сергей Урсуляк приступил к работе над этой необычной картиной и посвятил ее своим родителям и людям вот этого поколения, людям, прошедшим через войну, детям войны и людям старшего поколения, хотя картина обращена во многом в будущее, он не мог обойтись без интонации Микоэла Теревердеева. И такая странная история, но это реально, это действительно история, когда композитор уже, находясь совсем в других каких-то пространствах, участвовал в создании картины. Потому что композиция, музыкальная композиция и музыкальный ряд картины, он сделал так, как будто бы ее делал сам Микоэл Теревердеев. Сергей Урсуляк обратился к разному, разнообразному материалу в этой картине, музыкальному. Это была, например, одна тема, с которой начинается картина, это тема, которая просто никогда не использована была в фильмах, но Сережа отслушивал какие-то вещи, и он на ней остановился. В картину вошла и стала главной темой, вот такой ностальгической темой картины. Тема монолога на стихи Михаила Светлова «Выйди замуж за старика». Ее исполняет и сам Микоэл Теревердеев в картине. Он сам поет и сам себе аккомпанирует. И ее Сергей Рудницкий преобразовал в инструментальную тему, и она проходит через весь фильм, и под эту тему герои фильма улетают куда-то далеко, видимо, в прекрасное какое-то далеко. И еще ряд тем, таких эксцентрических, вошли в эту картину. Но я хочу подчеркнуть, что драматургия картины, она создавалась так, она создавалась по законам, по которым над этой бы картиной работал сам Микоэл Теревердеев. Поэтому мы считаем, мы так ощущаем, и мы это ощущали во время общения, когда шла работа над картиной, во время работы, что Микоэл Леонидович был с нами. Вся драматургия, вся музыка фильма «Сочинение ко дню Победы» — это то, что Микоэл Леонидович писал в разное время. Просто несколько тем, которые выбрал Сергей Ушсуляк, это было его решение. Я считаю его решение удивительно точным и лишний раз доказывающим его поразительное родство с Микоэлом Теревердеевым. То, что он выбрал в качестве главной темы монолог «Выйди замуж за старика» на стихе Светлова, это поразительное, парадоксальное, удивительное решение и очень точное. Там есть еще несколько тем. Вот одна из тем, с которой начинается вся картина, ее так условно называли мы темой «Лошадок», потому что там такие странные, такие звучат коробочки, как будто немножко похожи на бег таких лошадок. И эта тема не была использована раньше ни в каких других картинах. Ну, просто у Микоэл Леонидовича были какие-то темы, которые иногда приходили, он записывал их, они у него оставались. Там использована тема, эксцентрическая тема из оперы «Граф Калиостро», и там использована тема из любимого Урсуляком фильма «Король олень». Вот тоже история, когда Урсуляк поступал на... Он ведь выпускник театрального училища, и он, когда поступал на высшие режиссерские курсы, ему тоже удивительно, председателем комиссии тогда был Михаил Калик. То есть любимый режиссер Урсулика, или один из любимых, и просто такой близкий друг, человек, с которым родился тот кинематограф Михаила Теревердеева в фильмах Михаила Калика. И он был председателем комиссии, и когда Серёжа поступал, ему задали вопрос. Там было, ну, я не знаю, что-то вроде анкеты, или там нужно было что-то написать, любимые фильмы и так далее. И Сергей написал, что его любимый фильм «Король олень». Михаил Калик спросил его, а вот почему «Король олень»? Он сказал, что потому что там музыка Микаила Теревердеева.